алё кисочка слышно вот так вот так лучше на микрофончик привет моя сачка привет как у тебя дела нормально мне тоже хорошо я щас пью из нашей любимой кружечки чё зыришь глаза пузыришь да я бы очень хотел сейчас быть рядом с тобой подожди суши помнишь мы с тобой раньше лежали фильмы смотрели и сырочки кушали различные не 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 этот ни с кем да ты же моя котичка давая сырочек за тебя откушу из-за себя хорошо давай давай сейчас секунду шоколадный вкусный сырочек ладно дима прости что тебе приходится это монтировать реально я вам клянусь я больше всего жду момента когда пройдет несколько лет это все буду включать и просто открывать срок сайте реально вкусный такой сочненький вставка приятного просмотра дорогие зрители друзья всем привет вы на канале женек я очень рад вас всех здесь видеть как обычно благодарю за то что все очень хорошо смотрите вопросов никаких нет единственное я выложил вчера ролик который называется моя большая любовь про то что там большие девушки с телеканал tlc кстати да чисто случайно так получилось встречается с мужчинами которые очень любят больших дам короче кто захочет посмотрит так вот к чему это все вот есть вот эти вот люди которые я даже не знаю как объяснить опять про толстых опять то опять все но если вы на меня подписаны значит очевидно есть какой-то шоу да или может быть даже там пару шоу который вам нравится вы их и смотрите когда я задаю вопрос точнее задаю вопрос а говорю ребята ставьте свою обратную связь пожалуйста на смотреть или нет я это задаю к тому самому лагерю который любит подобные шоу то есть скорее всего это та аудитория которая та часть аудитории который любит смотреть со мной большие сестры потенциально им будет это интересно смотреть та часть аудитории который в целом все со мной смотрит но это не относится к части аудитории которые например любят там супер маму или которые там любят 4 свадьбы которые там любят только пацанки зачем вы тратите свое время на это я не понимаю просто я смотрю жду хочу почитать комментарии реальные касаемо шоу чего-то еще где супер мама где в детском саду в каком-то меня это что не бесит как вы видите в спокойном режиме объясняю просто если надобность в этих комментариях с вашей стороны я не знаю но в целом все ок все адекватно все нормально спасибо большое вам что те же вот большие сестры которые мы сейчас будем смотреть смотрите очень хорошо телеграм-канал как обычно находится по ссылочке в описании круто что я несколько роликов в прошлом ролике или в позапрошлом по моему такой нас уже 148 тысяч ребят на 155 в телеграме канал верифицированный с галочкой поэтому я вас там всех жду там хорошие люди так по скрипту сказал вроде все все что я хотел бы сказать на данный момент это то что я желаю вам приятного просмотра самых 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 поздних вибраций добра улыбок и т.д. прямо сейчас ставьте сразу же лайк не ленитесь хватит лениться сто раз говорил и приучаю вас быть порядочными людьми пришли в магазин оплатили пришли посмотреть ролик нажали лайк все пишите комментарии и подписывайтесь на канал женек чтобы нас уже наконец осталось 700 тысяч саб скри бе ров начинаем просмотр большие сестры какая-то там серия уже за счета сбился просто смотрю все подряд погнали ранее в программе мы собираемся в отпуск что такое тем я хочу домой что такое тем как сэм посчитал нужным сегодня освежить себе память и освежить память вам что происходило в прошлой серии потому что она была насколько я помню достаточно скучной то есть в концовке они просто сидели за столом как обычно разосрались в целом ничего удивительного но хочу освежиться и хотела сюда ехать теме перестань оставь меня в покое не груби мне плохо я этого не хотела как безумно вот да фото сессия была это прямо отражение тебя неприятность теме не означает что мы не сможем насладиться днем и сделать семейное фото возьмите сырки такие вкусные я очень давно не ел сырки если мне память не изменяет и прям ну восторг высшей степени в прошлой жизни он был подрывателем я хочу чтобы ты ими повеселилась зачем ей закрываться в номере 1 садись я пытаюсь я хочу хорошо провести время за ужином всей семьей ну как удобнее с креслом я застряла в нем с ним гораздо проще вообще-то нет проще заткнись теме прекрати мы и так из кожи вон лезем а ты грубишь ты только языком треплешь большие сестры все память освежена погнали расчета в настройках поменял сказать вам честно вообще не понял что поменял просто что-то понажимал подожди когда камеры выключат ты можешь свалить да пошла ты мы ждали тихого семейного ужина но ты ими аманда начали ссориться из-за электрической инвалидной коляски учитывая то что ты задала вопрос раз в 800 ну как те коляска с коляска должно быть лучше ну как тебе к кое ощущение что знаете поговорить но прям вот совсем не о чем я понимаю что там всегда какая-то напряженная атмосфера да присутствует и так далее но задавать реального раз наверное 7 вопрос про эту коляску она дала понять что ей похер все давайте другие кида тема коляска 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 я уж сам пи***нулся бы тогда сидел если вы помните ну боже нормальный у нас только гейдж потому что он не умеет разговаривать этот все в спячку балу ушел я тут из кожи вон лезу ради тебя а ты сама себе помочь не можешь но да из кожи вон лезешь как же ты только языком трепать можешь а она так уверенно ее в ответ обсирает что я уже хотя не хотя такой может быть и правда че эту аманду слушать ну я говорю просто темми это такой уверенный в себе монстр иногда что тяжело ну то есть когда она обсирает темми в большинстве своем для меня это конечно бред потому что ну все равно она молодец она все время с ней все время помогает все время переживает аманду как бы я особо не знаю но собачица они конечно прикольно от никакого смысла лезть в спор аманда и теме обе хотят оставить последние с как мне нравится вот это вот и газировочка 05 в руке всегда приветствуется ребята вы за собой хотите себе неприятностей если решите встать между ними вы их получите вас сомнут я терпела ее в детстве но сейчас я не хочу идти мириться мне плевать я не позволю так с собой разговаривать никому не знаю почему она напала на меня мы ведь взрослые люди идите я с ней не поеду а то я ее прибью тогда она поедет в магазин а тебя я отвезу в отель потом вернусь за ними села поехала я не поеду с ними ни за что я устала я старалась например гимнастикой художественной я в порядке дала самой себе пинка просто встала на парковке решила пятачков навальнуть несколько штук так скажем ну а а кто запрещал приезжают же у нас эти модно же мальчики там всякие в зимнее время дрифт дрифтят но и она тоже чем она хуже теми не любит проигрывать аманда разозлилась и ушла вот теми сидит развлекается с креслом она там круги на парковке нарезала в кресле наконец она нашла радость жизни кресло подарила ей свободу которая она не привыкла я все поняла да и в то же время кресло дало и понять следующее можно больше не ходить ведь нажав на кнопку я поеду погнали это как прокатиться на быть мне кажется таким людям как темми просто категорически запрещено вообще показывать такие вот инновационные вещички так скажем да хотя это какая-то инновация мне кажется в 2005 такие уже были короче вы поняли технологии не для темми не надо пожалуйста ни в коем случае никаких умных колонок ничего нужно чтобы она хоть что-то делала ну куда ну какое кресло надеюсь что ее заберут это кресло и я знала что скандал неизбежен я надеялась обойтись без скандалов ты подбросила дровишек это не я я положила этому конец ужин испорчен все от этого устали вообще давайте давайте вот я задам такой вопрос любителям этого шоу да таким как я кто-нибудь когда-нибудь видел в таком состоянии и по-моему это первое первые несколько секунд когда мы видим максимально искреннюю радость теме вообще зависит проект как же это весело я хочу извиниться перед вами я не хотела этого на меня тошнит уже от ее оскорблений это тяжело вынести понимаю это грустно понимаю меня она обсирает уже лет так 10 ничего сижу видишь с гейджем все нормально я подала предложение на дом неужели в морнингфилд это недалеко от меня да и от мамы и от мамы барб и подальше от эми эми рассказала о новом доме и я безумно за нее рад это сильно расстроит теме ведь они всегда были рядом для обеих многое изменится это серьезно очень серьезно я так рада за тебя надеюсь все получится мы с майклом подали предложение на покупку дома теперь ждем ответ мне нравится на покупку дома нужно закидывать какое-то предложение и там еще продавец может сесть и такой не буду продавать нет я буду рада если мы его купим хочу провести жизнь в этом доме с детьми мужем собакой но пока я не знаю что делать с теми хотя там возможно но сейчас вообще есть честно не по теме больших сестер скорее всего там наверное чтобы купить жилье нужно пройти определенный ряд каких-то проверок потому что я вот узнавал процедуру интересно было как покупать квартиры за рубежом в частности европа хрен ты где купишь квартиру без обоснования своих доходов должен четко пояснить откуда вот это вот это и вот это только банковским переводом естественно без всяких там наличек до без всякой налички купить это все через боже короче вы поняли немножко запутался это тяжело и наверное там также и только у нас можно прийти просто видишь объявление на авито типа звонишь да я готов сегодня 8 приходишь с такой пачкой денег и вот так даешь все хата твоя а может тебя обманули кто его знает потом вернись за нами не забудь конечно где-то через полчаса да хорошо после громкой ссоры теми не хочет ехать с амандой мужчины отвезут ее в отель давайте мы пытаемся помочь ей стараемся чтобы она чувствовала себя нужной это ми такая что давай я не хочу вставать эта коляска все делает за меня тут есть подъемник но она идет по ложному пути по пути самоизоляции это плохо для нее и она портит нам всю поездку она невыносима на самом деле поездка на шесть или семь дней да если не ошибаюсь по моему так вот неужели нельзя было просто взять в первые же ну ладно во второй день поскольку они отдохнули отвезти ее домой чтобы не было войне никакой вокруг да и все вернуться и реально провести семьей вот эти вот деньки теплые хорошие привет привет ну и поездочка знаю отстой как ты все хорошо я скучал всю неделю пару дней назад мне позвонили и попросили забрать теме не поняла что это за достаточно сексапильный накачанный молод так скажем почему там не друг семьи какой-то бобер 200 килограммовый ей не хорошо я решил приехать взял машину на прокат я заберу ее отвезу домой как твои дела хорошо мы отлично провели время на самом деле это фил под прикрытием видимо из-за погоды теме не хочет особо общаться с нами ясно правда она иногда уходит в себя что случилось теме она хотела приехать сюда а тут вы звоните чтобы я она не хотела сто раз сказала что это вам надо было ей не надо было ты не так услышал тоже пожалуйста информацию нужно обрабатывать нормально а не как вы все слышите хрень какую-то никто не хотел она не выходила из машины сидела там мы сделали пандус ей нужно было просто выйти да сесть в кресло и спокойно кататься здесь но она не захотела будешь спать в машине да зачем ты так отстань просто зайди в дом я не хочу я надеялась что это и нам еще переводят одним голосом вы же понимаешь там голос другой я иногда слышу настоящий голос этот мне кажется она прям такой реально дьяволенок маленький маленький 300 кг после семейного ужина она захочет остаться до конца отпуска или хотя бы на пару дней развлечется с сестрами но после того срыва она хотела домой ее невозможно было переубедить ты кстати говорил с теми о том да я говорил с ней что произошло за ужином да я говорил с теми пару дней назад я ничего не понимаю я говорил с теми пару дней назад повтори ты еще раз 17 и она была рада отпуску а теперь она не хочет здесь находиться тратит время впустую ей следует остаться тут до конца я схожу к твоей сестре проведу ее да погоди ты ехал 6 часов тебе надо отдохнуть спасибо за приглашение хочешь увидеть джакузи давай уберем стулья помоги девушке они тяжелые классные спинки такие удобные для спины вообще еще знаете на чем задумался она была на премию доктора смита там уже был прям конкретный выговор злость врача она прям считывалась и вот сколько дней прошло кто-то может какие-то изменения видит в образе жизни может ходьба добавилась доктор спит будет доволен ждем следующего вздешивания это что индейка с вялеными помидорами ясно ты посмотри сколько я заплатила вчерашняя ссора между теми аманды это полный отстой даже если аманда извиниться теме не захочет остаться мы решим этот вопрос постараемся я не хочу сказать что моя реакция мой поступок были правильными но я исправлю это я была честна с ней и надеялась что она хочет провести время с нами я надеялась что она соскучилась и хотела побыть семьей я думала мы все вместе отдохнем и затеяла эту ссору все так и произошло наш друг роб поздно приехал он переночует с нами в хижине и утром заедет за теми мы попросили привести ее чтобы попрощаться и разрядить обстановку до ее возвращения домой на просто столько планов каких-то новых придумывают для теми который просит в отеле переписывается с филом и так по у ну скорее всего я раб друг семьи сначала подружился с амандой потом стими они звонят мне когда я им нужен а когда мне нужно они тоже примчаться роб давай сразу по честному тебе нужна бариатрическая операция зачистил ты тут что-то на синхронах сидеть все сел в машинку привез отвез уже все основным героем потихоньку становится я приехал за ней потому что ей плохо хотя она могла прекрасно провести время с семьей мтм привет детка я приехал как твои дела все хорошо что плохо я был в доме оставил там вещи мне нужно вернуться за ними ты со мной или остаешься хорошо давай я не понимаю проблема аманды она выместила свою злость на мне да ладно я привыкла мне нравится вот это то ладно я привыкла говорит просто самый негативный человек вообще со всего телеканала тилси ёп твою мать а я лишь попрощай я лишь пешка все об меня вытирают ноги да я привыкла у меня сразу в эти моменты в голове просто вот эти флешбеки как она не знаю раз в три серии как-то жестко унижает эмми который вообще ничего не говорит просто ходит типа там позанималась с ребенком а поцелула с майклом и на весь день давай убираться что-то готовить она и потом там ты дура и это просто такая стоит и все а тут она видите говорит что как обычно все на нее блин тоже люблю ее я просто хочу домой пусть делают что хотят привет привет как дела ну как она там я пытался уговорить теме остаться но она не хочет ей плохо спасибо и плохо всегда когда она подъезжает к дому с родственниками тебе за помощь не стоит все ради вас схожу за вещами и приду к вам хорошо давай отпуск пошел не по плану мы хотели побыть вместе с теме что-то происходит так будьте вместе дорогой мы крис пожалуйста вот вы все и так вместе уже все наслаждайтесь кайфуйте но что поделать из человек не хочет боже что моя посмотрим получится ли узнать что как дела так вот она в зоопарк приехала сидит это выходят все вы какие-то потрепанные у нас отпуск чего ты хочешь аманда вышла и я спросила что это на тебе подружки во все стороны торчат так дело не пойдет не надо так почти порвало меня от смеха но я сдержанный не надевай это никогда я бы хотела чтобы ты осталась мне очень жаль прости меня пожалуйста мы просто сидели ужинали а потом начали кричать друг на мне искренне жаль я не знаю что на меня нашло я просто вероятно устала как же по я хочу домой меч надо сделать фотки для фила посмотреть его фотки мне плохо ты мне тяжело говорить о чувствах мы все очень похожи но моя реакция была неправильной я ошибаюсь признаю это и прошу прощения я пытаюсь поступать правильно останься с нами я хочу домой мне тяжело дышать в горах ура спустя полторы серии ты сказала потенциальную правду давайте так я все-таки не смогу понять также как вы но может быть реально тяжело и там дышать если это реально в горах чего опять же мы хер когда узнаем с вами да это точно в горах тяжелее дышать чем в долине ты могла бы просто сказать об этом тогда когда мы только приехали а не устраивать скандал на пустом месте я просто не успела сказать вы обе меня разозлили у тебя было время тогда мы сати аманды рекомендую дальше цепляться за слова и развивать новый уже спор поверь мне не пожалеешь все разозлились мы все устали мне было плохо началась ссора да я разозлилась мне до сих пор плохо мне неприятно в глубине души вы хотите остаться с семьей и не ехать домой конечно я хочу остаться с семьей и весело провести время с ними без ссоры скандалов но я не могу все тело ломит я задыхаюсь несмотря на я нам тоже больной потому что она сейчас это все говорит и есть честно и верю не знаю что с этим поделать кислородную терапию мне еще плохо я не хочу там оставаться мне нужно домой в свою постель теме мы будем скучать все будет хорошо как вернемся я тебя навещу это будет воскресенье я устану с дороги но обязательно зайду к тебе отпуск дался теме тяжело диалог не требовал ответов просто что-то скажите и можете уходить но когда ей полегчает все наладится если что нужно звони теме рано уезжает из-за проблем со здоровьем ей нужна помощь до помощь которую мы ее родные не сможем ей дать у нее большое тело она не может ничего делать ее тело и ее тюрьма это все пердят как не включится не смешно а это уже гейдж ну это семейные это выжжет волосы у тебя в носу этот ребенок просто платит тебе той же монетой у него отличный отпуск сегодня последняя ночь мне очень грустно но я рада отпуск был слишком долгим мы катались на операционных устроили фотосессию отправились за призраками прошлой ночью жалко что теме не было с нами она бы хотела во всем этом поучаствовать вы верите в паранормальные хотите провести расследование майкл давай нет спасибо вот вы повеселитесь слоняться по кладбищу среди ночи с фонариком и какими-то измерителями нет уж спасибо не надо это не для меня нет я не люблю такое встаньте рядом с табличкой для фотографии есть легенда о том что если пара сфотографируется рядом с табличкой в кладбище то если мужчина изменяет появится призрак я хотела проверить майкла интересно вы привлекли какую-то сущность похоже на кошку до майкл жестко похож на того самого прям изменщика то есть я уверен он просто там в загуле в лютом в каком-то пока там передача снимается майкл кого-либо приходил в этот момент сто процентов ребята поверьте мне лучше на слово я мужиков вижу я сам мужик сам изменяя часто мы своих издалека изменщики всем привет у нас есть призрак кошки дома призрак кошки да вечно бегает туда-сюда по дому сиамская кошка вы слышали мяуканье а это гейдж залезем в джакузи гейдж согласен круто так здорово как будто марш забрался в джакузи и плюхнулся но это просто аманда она большая что поделать крис я конечно при всей любви к тебе добавлю что если бы ты туда плюхнулся это было бы то же самое если что просто ты пуза бариатрической операции наверное уже все в себя поверил слишком сильно ты наверно уже стройный парень своих глазах но с другой стороны ладно пусть комментирует главное чтоб худел все иди ко мне водичка хорошая что ты хочешь ну-ка вчера теме успешно доехала до дома а мы расслабляемся в джакузи нам спокойно чем вы здесь занимались обсуждали старые фото аттракционы фотографии отличные мне понравились все да мне нужно кое-что вам сказать предложение на дом приняли и что теперь скоро подпишем договор так вы действительно покупаете дом да здорово какая прелесть поздравляю я вами горжусь это моя мечта родить сына и купить свой дом на всю жизнь я так рада что у них будет дом эми очень рада я вижу искорки в ее глазах я рада за нее до майкл тоже рад вы когда поздравляли вам прям максимальную радость испытывают момент просто идет обсуждение потенциального дома который они вместе выбирали майкл в этот момент и дичь вырастет там я горжусь ими майклом и эми они проделали долгий путь когда переезжаете там еще нужен ремонт нужно краску освежить пол ну так по мелочи пара месяцев на это уйдет как же нам быть с теми без тебя я не знаю мне очень помогала тиса это сиделка теме да тиса многое сделала да кстати а где тиса шусь не произошло тиса приходит лишь пару раз в неделю родные должны помочь теме 1 ей будет очень тяжело я не буду у нее на побегушках я помогу и если нужно но не буду бежать по первой ее прихоти у меня своя жизнь пусть даже не думает нет может это заставит теме подняться и что-то сделать самой пока я про ну кстати на самом деле если по-серьезному может быть потому что по факту были бы были хоть раз были ли хоть раз такие тесты не было потому что в любом случае всегда рядом эми вообще всегда так помимо эми еще и и тиса а вот был ли момент хоть раз чтобы уехали все она осталась одна я думаю что нет ну если память не изменяет ресса не вижу я тоже эми переедет рядом с теми никого не будет ты не живет в 30 минутах от нас что будет если она останется одна я не знаю а я бы снял хоть эту квартиру к которой рядом с теми на всякий случай хочу я бы помогал снимал бы влоги вам потянул бы английский очень сильно свой короче я минусов не вижу жалко что с опозданием смотрю если под я смотрел прям тогда вот когда это все выходило я бы сразу это объявление искал нужно что-нибудь придумать да нужно обсудить ситуацию теме ведь никто не может придумать решение мы все думаем думаем отправить ее в приют пусть там решают нет ни за что ладно тогда что бери ее под свою опеку мы все ее семья мы все да и кто же они позаботятся государство это все что остается так мы ничего не решим но пусть они приходят к теме это не проблема они должны помочь мне с теми да когда-то они заботились о ней но тогда я была слишком молода и теперь меня не будет рядом кто-то должен позаботиться теме майкл и эми купили игру а мы даже не сыграли да не хватает и все сразу подожди открою дверь да блин он сейчас на раскачке он любит все брать сил то добавилось будет гораздо удобнее наконец мы уезжаем здорово я не буду скучать по этим лестницам вечно спускаться и подниматься понимаю подкачали булки до лестница там просто жесть невероятно огромное пора возвращаться я не хочу бегать по этому тадж махалу отпуск прошел удачно приехали сделали все что хотели хотя кое-кто не захотел поучаствовать в общем пришел увидел победил кентукки жди нас мы едем а именно кентукки фрай чикен всю дорогу воевала дом милый дом я думаю лишь об одном надо как-то сказать теме о переезде я не знаю как она отреагирует но мы с майклом покупаем дом и должны сказать ей что через пару месяцев мы съедем так что ей надо готовиться бля это мои любимые двери мы с майклом и гейджем приехали поздно мы так устали что сразу уснули сегодня мы вернули трейлер взяли собаку и едем к теме литл бит да ничего страшного это просто родная сестра потом сообщишь пришло время сказать ей подруга мы переезжаем привет литл я устала еще бы вот привезла еды ни слова просто я переживаю ведь я не знаю как отреагирует теме будет она спокойно да позитивно точно она и злой или оторвет мне голову в общем что то будет как ты себя чувствуешь неплохо когда ехала было непросто но я устала от отпуска вы сам андой поругались никто ни с кем не ругался странно в чем тогда смысл отпуска этого это отпуск по вашему это не только моя вина я знала что мне будет тяжело мне было плохо а потом я поехала туда где еще тяжелее дышать там же высоко да но ты могла не доводить дело до ссоры а просто сказать что тебе тяжело дышать и это бы все объяснила я не хотела ссоры это аманда довела меня иногда тебе стоит держать свой грязный язык за зубами как хочешь если бы не ссоры с аманда и я бы осталась я хотела побыть с гейджем в его первом отпуске и упустила такую возможность да как она умеет потом все выворачивать свою сторону что все вокруг плохие я бы на самом деле осталось это хотела побыть с гейджем причем мне еще очень сильно понравилось не знаю обратил внимание кто-то или нет что типа вот тут в отеле где мы были да вот точнее в этом домике там мало кислорода для меня так как это в горах а я поехала и была там где еще хуже то есть там где еще хуже она была а тут не осталось и только все это из-за аманды головой проблем точно не имеется вы меня не слушали вам вообще на меня плевать все тебя слушали вы все объединились против меня вы не хотели меня слушать это ты вечно идешь против всех там просто все молчали кроме аманды и эми пару раз что-то осмелилась так скажем сказать вот и сейчас я говорю а ты перебиваешь я говорю ты перебиваешь поэтому я и разозлилась тогда они без конца болтали а я не могла и слово вставить и так каждый раз все меня перебивают не дают говорить и теперь ты злишься что я молчу как мне что-то сказать но мы же не специально и так всегда мы не всегда это осознаем тогда замолчи дай другим высказаться как ты себя дома чувствуешь лучше не на все сто но лучше в ближайшее время я не смогу никуда поехать у меня денег не будет я внесла предложение на покупку дома и его приняли скоро мы переедем вот это мое самое любимое то есть я жду реакцию мне очень хочется увидеть реакцию такую типа реально вау круто а тут сейчас будет ясно окей блять обожаю ну как знаешь ты приедешь в гости а я смогу крыльцо там невысокая но дом в горах он в гималаях мы установим я смогу подняться пешком а где он в нашем родном городе 4 спальни рядом с парком она такая ну раз 4 спальня я бы пожила с вами гейдж больше не будет спать на кухне кабинет гостевая спальня прачечная кухня большая столовая я хочу поставить стол для закусок понятно я хочу что-то свое свой дом в детстве я всегда боялась что меня выгонят мы не платили вовремя за аренду и все остальное я не хочу чтобы мой ребенок думал о том где ему жить я не виню тебя гейдж я все понимаю я горжусь тобой и тем что ты делаешь эми рассказала мне об их новом бля опять почему-то я и верю что происходит то есть с одной стороны конечно я ждал такую веселую реакцию потом мне показалось что эта реакция опять этой обиды а потом она сидит спокойно просто такая да что ты объясняешь я все понимаю я за тебя рада и вот непонятно это правда или нет хорошо что в 25 лет пытаюсь это разбирать все если чё будешь приезжать ничего страшного тэми говорит что рада за меня но я знаю ей тяжело тэми не признает что хочет чтобы я была рядом она боится быть одна в прошлый раз оставшись одна она заболела пневмонией ее подключили к аппарату жизнеобеспечения но у меня своя семья сын для меня важнее сестры уж простите подышим свежим воздухом мне стало легче когда я сообщила тэми о переезде я уже хочу схватить гейджа майкла и переехать но еще нужно сделать ремонт перестелить пол все покрасить с нетерпением жду этого готов да всем привет это эми и гейдж у нас чудесная новость мы переезжаем мы купили дом и у гейджа будет своя собственная крутая комната гейдж поучаствует в ремонте и выберет то что ему нравится да и дизайн проект тоже от гейджа будет он сам выбирает что надеять сам выбирает себе еду одежду в магазине помогает мне выбирать просто сваливая все в корзину а мама потом разбирается ничё себе так засмеялась даже не надо было для этого прикольно гейдж выберет цвет своей комнаты ведь это его комната он должен выбрать цвет интерьера как узнать что ему нравится он прикоснется к этому да дети выбирают то что им нравится через прикосновения я думаю у него получится выберешь цвет для своей спальни какой хочешь этот этот или этот да прикольно что он реально как будто задумался он такой бля какие бы цвета стены бы не подошли вот этот ну-ка дай маме посмотри голубой он выбрал темно-голубой я бы сделала посветлее но это его выбор сейчас бы виктория дмитриева и супермама такая и это отлично ребенок сам вправе выбирать что ему делать с 0 лет на этом все встретимся позже да ладно там все цвета нормальные поэтому в целом чтобы там он не вытянул все все норм но гейдж выбрал сам чем мне тут комментировать мои комментарии излишни ребят хорошего всем дня я так рада что мы купили дом нужно еще купить мебель наша мебель не подходит для нового дома как теми отреагировала на новость сказала что гордится нами но думаю это было не искренне да кстати вот я теперь сейчас уже так не думаю раньше реакция была в тысячи раз хуже надеюсь что после нашего переезда теми все же возьмет себя в руки а как иначе может это станет для нее мотивацией меня рядом не будет ей придется самой заботиться о себе а я это дверь открыта тем тем готова давай активнее тентем дверь открыта давай активнее это что это кто вообще давай тем тем давай скорей мы стали реже видеться с эми после отпуска все хорошо да у нее своя жизнь у меня своя так садимся в машину пару дней я тусила с друзьями робом рафом и джей ти все готовы к поездке да 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 погнали и мы пили вейп бля она сидит просто мы тусили с джей ти пили вейпы и пили в юности я не х вейпили блядь на вечеринке я стеснялась своего веса у меня почти не было друзей я всегда за тебя крошка теми за тебя давалась одна но теперь мне все равно я буду собой нравится это вам или ей ему а мне плевать я буду собой можешь купить бутылочку чего-нибудь 8 стаканчиков хорошо люблю тебя и я тебя дружба с теми не похожа на дружбу с кем ты еще мы хорошо проводим время вместе круто зависаем мне нравится стоит ли семье волноваться за теми я понимаю что у нее не не стоит просто с ее текущим весом она сидит в машине курит вейп и пьет какие-то напитки из 8 стаканчиков в чем вопрос все нормально проблемы со здоровьем но я прихожу и она расслабляется мы отлично проводим время она не переживает ни о чем и веселится со мной да все супер все так и должно быть тем тем мы дома ура сегодня зайдем о да тем тем вылезай ваше величество мы ничтожны пред тобой ты поняла да и что ты будешь с этим делать можем сделать отвертку маргариту есть еще самогонка давай мне больше нравится зависать дома а не в баре я домашний человек хотя в баре мне тоже нравится просто до бара надо идти нахуй это надо в доме я могу быть модной штучкой вот такой дома я лучше всех тем тем будешь пиццу да спасибо вкусно мы не сомневались что вкусно мы не едим здоровую пищу я лично люблю пиццу или пиццу роллы хлеб впитывает алкоголь а жир спасает от утреннего похмелья а что вообще происходит почему она еще и начала аргументировать то что она делает причем аргументировать так как будто это правильно я люблю то 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 а жир спасает от похмелья типа все супер ребят побольше вейпа побольше отверток вот этих вот восьми стаканчиках и пицца пицца ролл лучше на самом деле пи***нулась головой б***ь ты там уже просто не знаю вот столько вот осталось по словам доктора Смита пицца коктейли супер во тебе звонят надеюсь доктор Смит вот черт что и надо это это эми не хочешь говорить сестрой вообще не хочу люблю тебя эми мы любим тебя но я занята спасибо за звонок перезвони позже мне больше нравится с вами чем с сестрой я обожаю твою семью мы есть семья я их люблю и тебя тоже люблю люблю тебя целую вы волнуетесь о своем здоровье конечно я переживаю что могу навредить себе конечно я это понимаю но продолжай вредить дальше в чем проблема все норм но я не хочу переживать я хочу веселиться сейчас самое время для веселья мне хорошо ты уже напилась у вас отлично получается спасибо столько сделали привел своего мальчика на побегушках не сегодня он сегодня за главного я думаю мальчику было приятно услышать что он мальчик на побегушках представляете как я прихожу к вам в дом с каким-нибудь чуваком и вы мне говорите о твоя шестерка я такой да она со мной закончилась ремонтом и сегодня мы с моим сыном Брэндоном хотим ей помочь я неправильно делала да не экономно расходуешь ты сказал мне брать больше чем нужно ремонт идет отлично я готова к переезду но все же переживаю за Тэми ужас какой-то Тэми совсем от рук отбилась и что нам делать отправить ее в рехаб и сказать что она не уедет это по-моему самая лучшая идея из-за все сезоны из-за все выпуски ну я говорил рехаб супер да но можно просто в пустыню идет оттуда пока значительно не похудеет да да знаешь я сделал для Тэми все что мог чтобы исправить ситуацию но она не хочет худеть не хочет не говори ей про диеты да я и не собирался мы просто теряем время пусть докажет что продержится пару месяцев и скинет вес вот и все в этом и проблема она скинет и наберет обратно я был на приеме у врача доктора Смита и она не пошла он сказал что она не соблюдает диету пропускает приемы пока не похудеет ей нет смысла приходить к врачу это пустая трата времени ей стоит начать что-нибудь делать отличная рекомендация Тэми нужно многое изменить она слишком зависима от других людей в том числе от Эми так жить нельзя мне вообще нравится что этот парень который мулат член семьи вообще походу не вкуривает что происходит будешь пиццу да будешь коктейль да на вейп держи и давай так в целом каждый день висеть это кто вообще откуда он взялся почему мы должны надрываться когда она не хочет идти нам навстречу все идет к тому что наши желания не имеют значения мы не можем похудеть за нее в этом все дело готовы увидеть мой дом да там много места рядом парк в диксоне парков нет в диксе только тропинка до кладбища да пару дней Тэми отрывалась как подросток но сегодня она увидит наш дом я хочу поскорее его показать вдруг это подарит ей стимул стоит приложить усилия и у нее тоже будет свой дом приехали вот мой дом я впервые вижу дом Эми самое грустное в этом переезде что я пропущу взросление Гейджа и я буду скучать по лучшей подруге я привыкла что она рядом когда мне будет одиноко она будет приходить хорошо что не по сестре просто лучшая подруга но не сейчас ну ладно думаешь это просто какой-то сленг есть прачечная комната для съемок туалет наша спальня комната Гейджа гостиная столовая и кухня и всего один туалет на все комнаты ну пока здесь живут всего трое а когда соберется вся семья куда идти в туалет это мой дом дрянь добро пожаловать в мой дом у меня будет много места это моя дом дрянь хочу приглашать в гости зависать всей семьей как у Аманды Мисти или Криса хочу то же самое и хочу убедиться что Тэми может беспрепятственно заходить в дом ступеньки низкие видишь сможешь подняться по ним нет уверена они низкие не надо я пока не хочу воздуха не хватает в горах же все таки ты переживаешь что дверь слишком маленькая нет и я так думаю она того же размера что и у тебя дома мне плохо все блять можно просто сворачиваться все у меня болит все тело жарко без обид но здесь очень жарко и вообще ну тогда привезем тебя когда установим кондиционер думаю через пару дней как вы обустроитесь все сделаете мы все соберемся на барбекю она легко могла бы зайти но даже не попыталась это уже вот второй раз она куда-то едет и потом ее берет ну я не знаю что там ее берет мне кажется какая-то злость в данном случае за то что дом все хорошо потому что она там перечислила комнату для съемок и так далее я думаю что ее это так сильно раздражает что она в какой-то момент такая не пойду наху ехать туда вообще было изначально едет болтает и в конце опять мне плохо все болит все ломит мы в горах мы в гималаях я не хочу давить на теме не хочет заходить в дом я не буду ссориться из-за этого если бы она показывала мне свой дом я бы приехала и визжала люблю тебя горжусь тобой молодец сестра я бы ее поддержала мне тоже нужна поддержка мы зайдем в дом проверим все и вернемся дверь закрыть? да хорошо что ножки не трясутся у Тэмми я решила не ходить в дом потому что мне очень плохо у меня похмелье так подожди от похмелья жир спасает откуда похмелье появилось? или ты нас обманывала? я не хочу упасть или пораниться Эми точно будет вопить ведь это ее дом не хочу всего этого эта комната готова да все кроме пола осталось сделать пол да и здесь тоже надо нужно заняться полом кухня готова отлично вышло осталось прибраться это гостиная прекрасно новый дом создан для нас в нем много места есть дворик там можно собрать всю семью Гейдж выбрал отличную краску тут наша комната все готово для напольного покрытия да я трижды прошлась отбеливателем если что-то тут и было оно уже погибло да это наша собственность этот дом наш мы его владельцы отлично для кабинета да на все да в целом не парьтесь зачем она приехала если даже не хочет зайти я не знаю почему осталась в машине полный отстой у нас есть дом мы живем дальше мы хоть что-то делаем и Тэми нам завидует ей стоит думать о здоровье а не о вечеринках да почему она так себя ведет знаешь в 20 хорошо что это был не общий вопрос супер в 23 я забыла о вечеринках и алкоголе а она так и осталась на уровне 20 лет мне грустно от ее поведения но я не хочу ссориться из-за этого это выбор Тэми а не мой я уверена все закончится крупной ссорой и она будет права так что я не буду ее трогать пусть пьет я так хотела поделиться нашей радостью с ней не то чтобы я хотела похвалиться я просто хотела показать как будет жить наша семья Тэми больше интересуют алкоголь и вечеринки чем мой успех я иду по одной дороге а она выбрала себе другую да я не знаю долго ли ей еще падать но она близка к тому чтобы достичь дна 2 недели спустя Тэми веселится пей все нормально давайте обсудим события последних дней что произошло алкоголь и вечеринки да Да. Сколько раз в неделю вы собирались? Вот, черт, наверное, каждую ночь. За королеву. Да. Да, черт возьми. Для вас такое веселье вновь... Бля, у меня такое ощущение, что она еще больше стала. Это уже просто какой-то бедуин огромный. Бля, просто посмотрите. Просто посмотрите. Какие нахуй вечеринки? Что происходит? Я пытаюсь полюбить себя. Полюбить себя вновь. Обрести гармонию. И стать... Счастливым человеком. Это хорошо, но есть и другие способы полюбить себя. Да. И что же мне делать? Не знаю. Но вот. У тебя свой способ. У меня свой. Но тебе стоит найти другой путь. Без алкоголя и вечеринок. Так, а какой? Я не знаю. Ну вот. От которого не будет проблем со здоровьем. Ты знаешь, что алкоголь влияет на почки? Не надо нотаций. Это не нотация. Я пытаюсь помочь. 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 В следующей серии. В следующей серии посмотрим, что будет в следующей серии, как я всегда говорю. Короче, что могу сказать. Выпуск, слава богу, не скучный. Все было прикольно. Молодцы Эмми с Майклом Шо купили новый дом. Круто. Поздравляю. Касаемо Эмми. Но это уже все. Вот такое ощущение, что это какие-то конечные стадии. Когда вот она уже совсем просто ебнулась. Я такая. Алкоголь и вечеринки. Так я себя приму. Вперед. Конечно, интересно, как это все будет развиваться. Слава богу, что я знаю, что она жива. Потому что если бы она была мертва, мне бы уже, к сожалению, написали бы все люди, кто на меня подписаны. Жива, значит, что-то когда-то произойдет. В любом случае, мне интересно. Надеюсь, что интересно и вам. Пишите обязательно, как вам. Отвечайте на те вопросы, которые задавал походу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я вас в целую, люблю, обнимаю. К сердцу прижимаю. Моя будет сейчас более всего любая сфотографией в айфоне. Спасибо, ребят, большое. Хорошего дня, вечера или утра. Не знаю, когда вы смотрите. Спасибо за просмотр. Пока.